Я знаю, что про меня многие говорят и пишут, что я ретроград, консерватор и прочее-прочее. Боюсь экспериментов, я не боюсь экспериментов. Просто я глубоко убежден, что эксперименты хороши в лабораториях. А экспериментировать каждый день на двух тысячах зрителей и детях, ну это, на мой взгляд, слегка безнравственно. Почему в мире ведь только два цирка есть национальных? Это китайский и советский-российский. Оба их, этих цирка, это порождение систем тоталитарных. Поэтому они такие сильные. В них вкладывались деньги, в них вкладывались огромные средства, потому что это одновременно сложило и пропагандой социалистического образа жизни. Я считаю, что цирк без животных, это не цирк. Есть как бы жесткий метод дрессуры. Это не предполагает использование электрошока или плетка семи хвостков с шипами. Но в любом случае дрессировщик отважок стаи. Он должен быть главным. А за это надо бороться. Как и они борются там между собой. И грызутся тоже в кровь. Это одна сторона. Сейчас перестраивается, весь мир перестраивается на дрессуру совсем другую. И вообще, если вы спросите дрессировщика, как можно научить животное или заставить, он, если он настоящий дрессировщик, он скажет, что не научить, заставить нельзя. И работа дрессировщика и талант дрессировщика не в этом. Не в том, чтобы уметь научить. А в том, чтобы понять каждое животное. Они же разные, как люди. Чтобы понять его возможности, что у него получается лучше всего. И мягко это все развивать. Цирк к ней работает с животными в Швейцарии. Цирк Крона работает с животными в Германии. Причем животные серьезные. Слоны и бегемоты. Поэтому это эти страшилки, что вся Европа отказывается, везде запрещают, везде гнобят. Ничего подобного. Название это строчки из еврейской песни старой, который очень любил папам и петь. Все будет хорошо. К чему такие спешки? Все будет хорошо. И в данке выйдут пешки. И будет шум и гамм. И будут сны к деньгам. И дождички пойдут по четвергам. Цирк ведь это же оптимизм. Понимаете, в любом случае. Это какая-то надежда. Это какая-то точка отсчета. Он может научить и показать зримо, как можно жить без наркотиков, алкоголя. Он может научить и показать, как отвечать за жизнь других людей, рискуя своей жизнью в то же время. Он может учить чувство ответственности. Он может дать понять, что и ты можешь стать таким же сильным, красивым и отважным. Только нужно работать и хотеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!